Здравствуйте, уважаемые участники конференции, посвященной памяти доктору биологических наук, профессору Натальи Ивановны Якушкиной, выдающегося ученого в области физиологии растений. В 1970 году я стала аспиранкой, Наталья Ивановна стала моим руководителем. И с того момента наша жизнь тесно соприкасалась с величайшим ученым, с великолепной женщиной, с умницей, красавицей Натальей Ивановной Якушкиной. С самого начала Наталья Ивановна сделала так, чтобы мы, люди, приехавшиеся с глубинки, с далекой Сибири, с Байкала, с Бурятского государственного университета, освоили методики, научные методики исследовательских исследований. Дело в том, что мы не особо были подготовлены, но Наталья Ивановна сделала так, что это стало само собой разумеющееся все. Было очень сложно, и первое время казалось, что это не под силу будет. И однажды по своей наивности я взяла и сказала, говорю, Наталья Ивановна, декабристов ссылали в ссылку не по своей воле, а я приехала сюда учиться, самым настоящим образом работать, как на каторге. Наталья Ивановна рассмеялась и сказала, у тебя изменится мнение, когда ты закончишь аспирантуру. Труд Натальи Ивановны можно оценить не только как человека-наставника. Она не только учила нас исследовательским исследованием, но она приобщала нас к культуре. Мы часто получали поощрительные билеты на кинофестивали, в театры. Мы много посещали интересные заседания в Институте физиологии растений, в главном институте. Она всегда говорила, и так, мои дорогие, мы выходим в свет. Что это значило? Что мы должны были выглядеть очень интересно и быть интересными людьми. Она нас знакомила с учеными. Мы много потом нам приходилось с ними сталкиваться. Мы обменивались опытом. И даже некоторые эксперименты проводили на базе Института физиологии растений. Для Натальи Ивановны характерные черты спокойствия. Она никогда не выступала в роли такого ментора. Она очень душевно разъясняла наши ошибки, наши цели, ставила перед нами цели, задачи четкие. И года аспирантуры, я считаю, что это были самыми счастливыми годами в моей жизни. Она оценивала наш труд тоже очень оригинально. Когда ты приходил к ней с результатами своих исследований, а это происходило каждый понедельник, мы докладывали ей и показывали свои результаты. Часто это было у нее дома. И у нее интересное было кресло, так называемое Тургеневское. И если результаты твоего исследования получались хорошими, она тихонько говорила, ну поиди, посиди в Тургеневском кресле. И когда ты возвращался радостный и счастливый в общежитие, то у тебя не спрашивали, как твои дела, а спрашивали, ты сидел в Тургеневском кресле? Если ты сказал это, то это значило, что дела у тебя идут хорошо. Но уж если не посидел в Тургеневском кресле, то надо продолжать работу свою и очень интенсивно. Сроки выполнения ставились четко, не растягивались четко, обсуждались результаты. И Наталья Ивановна старалась подбодрить, старалась нацелить на то, чтобы мы выполняли свою работу очень тщательно. Что характерно для нее, такое четкое видение цели. И это давало возможность нам также стараться выполнять эти поставленные задачи. Для Натальи Ивановны характерны были не только черты большого ученого, но и очень много у нее было таких интересных моментов, как чисто женских. Она была очень красива, элегантно одевалась. Она в свои уже довольно большие годы могла так красиво сесть, что мы старались подражать ей. И когда ты начинал там сутулиться или как-то не очень удачно выглядеть, Наталья Ивановна всегда говорила, спинку держим прямо. Мы с огромным уважением и трепетом относились к ней, потому что мы ее безумно любили, уважали. И Наталья Ивановна буквально открыла нам дорогу не только в научный мир, но и в мир жизни нашей последующей. И мы очень много, взяв и защитив диссертацию, приехали домой в свой Бурятский государственный университет, и я всю жизнь проработала на одном месте. Именно благодаря тем усилиям, наставлению, помощи, а самое главное, вниманию Натальи Ивановны. Она всегда следила за нашей жизнью, помогала, мы с ней советовались. И вот большой коллектив якушкинцев, все аспиранты мы друг друга прекрасно знали, и если с кем-то были неувязки, мы старались прийти на помощь и с советом, и даже и с помощью, и с материальной помощью. И очень хорошо, что Наталью Ивановну не забывают. Если бы мы были поближе к вам, мы бы сейчас вместе с вами радовались тому, что мы все собрались вспомнить Наталью Ивановну, почествовать ее и погордиться, что мы были именно ее учениками. Уважаемые коллеги, я бы хотела немножечко дополнить выступление Валентины Ивановны Шмелевой, доцента, кандидата биологических наук, преподавателя Бурятского государственного университета. Вот у Натальи Ивановны, которая создала свою школу, аспирантов много, но, наверное, Бурятский госуниверситет это, наверное, единственный университет, из которого было целых два аспиранта. Когда я училась на пятом курсе, к нам приехала молодая, красивая Валентина Ивановна Шмелева, молодая преподавательница, и все говорили, вот, приехала из Москвы аспирантка Валентина Ивановна Шмелева, а вы знаете, кто она? А она аспирантка Натальи Ивановны Якушкиной, праправнучки декабриста, и она у нас теперь будет вести физиологию растений. Вообще, надо сказать, что физиология растений для меня был самым любимым предметом, и я всегда хотела заниматься именно физиологией растений, поэтому мы с Валентиной Ивановной очень много общались, после того, как я закончила институт и уже работала на кафедре. И неожиданно нам пришло место в аспирантуру, именно к Наталье Ивановне Якушкиной, и именно по тому направлению, которое мне очень нравилось. Но надо сказать, что ехала я в Москву, сначала меня послали на стажировку, и когда я приехала в Москву, в Москве до этого времени бывало часто, практически каждый год, но я никогда не приезжала вот в такие заведения, как московские институты. Я помню, что встретили меня на кафедре ботаники очень хорошо. Наталья Ивановна сразу же позвонила всем лаборантам, преподавателям. Меня встретили, меня устроили, меня отправили в общежитие. И все три месяца, которые я была на стажировке, они запомнились, наверное, может быть, как самые лучшие месяцы моей учебы. Во-первых, основное задание было написать реферат. Но надо сказать, что была такая Воскниловская библиотека при Министерстве сельского хозяйства, любимая всеми нами, которую мы посещали, где было очень много литературы. Ну и самое интересное место там было в буфет. Подавали в том буфете то, чего никогда мы в своей жизни не видели. Но дело даже не в этом. Я хочу сказать, те аспиранты, которые были на тот момент, учились в аспирантуре, оказали мне большую помощь. Ну, кроме посещения библиотеки, столько, сколько я посетила кинотеатров, музеев, выставок, и просто ходила по улице Москвы, наверное, с моей жизнью уже больше такого не было. Потому что, когда я поступила в аспирантуру на первый курс, начались те годы, которые Валентина Ивановна только что назвала такой, ну, каторгой. Я бы каторгой, конечно, может быть, так и не сказала, но по тому тяжелому труду, который у нас был, конечно, можно сказать, что и так. Дело в том, что у нас Наталья Ивановна создала школу, школу, которую мы называем школой якушкинцев, и о которой мы всегда говорим, что школа якушкинцев – это высший класс. И это действительно так. Потому что многие поколения аспиранта – старше нас, младше нас – мы все общаемся и дружим до сих пор. Мы встречаемся на конференциях, встречаемся лично. Каждый раз, когда мы приезжаем в Москву, мы обязательно навещаем своих преподавателей, которые были на кафедре, с которыми мы дружим и поддерживаем дружбу до сих пор. Мы общаемся и переписываемся с аспирантами. А центром жизни для нас во время аспирантуры была 108-я аспирантская, которая находилась во флигеле. Те, кто прошел аспирантскую 108-ю, тому уже ничего не страшно. Ну, а то, что Валентина сказала, каторга действительно. Общежитие у нас было в Первовке. Это полтора часа езды от Москвы, то есть полтора часа в Москву, полтора часа обратно. На этом пути мы сменяли троллейбусы, электрички и минут 20 шли пешком до общежития. И самое интересное, уходили мы где-то часов в 7, приходили в 12 или в час ночи. Иногда приходилось стучаться, чтобы нас спустили в общежитие. Но, тем не менее, работа была интересная. Работы у нас у всех были исследовательские, эксперимент шел непрерывно. То есть нельзя было прерваться там насколько-то и остановить эксперимент. Поэтому нам даже иногда приходилось и ночевать в аспирантской. Но там у нас аспирантская была, как в нашем доме родной. У нас было что поесть, где поспать, если была в этом необходимость. И действительно, Наталья Ивановна, даже после окончания аспирантуры, она всегда о нас заботилась. Вот сколько бы ты ни приезжал в Москву, Наталья Ивановна всегда говорила, где вы остановились, что остановились. И она всегда хотела, чтобы мы останавливались именно у нее. Поэтому дом на улице Правды остался для нас вторым домом. И даже была специальная комната, в которой все аспиранты останавливались. Поэтому я хочу сказать, что Наталья Ивановна, как человек, как ученый, как педагог, можно сказать, что это человек с большой буквы. Для нас она навсегда осталась по нашей памяти родным человеком. И каждый раз, когда я приезжаю в Москву, мы обязательно с моей подругой Ириной Скоробогатовой всегда посещаем ее могилу и кладем на ее могилу цветы. Мы всегда отмечаем все памятные даты, связанные с ее жизнью, с ее рождением и с ее спиртю. И в нашей памяти она навсегда останется нашей Натальей Ивановной, нашим дорогим, родным и близким человеком. Ну и я, наверное, забыла вначале представиться. Зовут меня Ловцова Наталья Михайловна, доцент, кандидат биологических наук, преподаватель БГУ. Желаю успеха в работе вашей конференции. И мы обязательно, если будет такая возможность, мы обязательно к вам приедем на Якушкинские чтения. Спасибо. Спасибо. Спасибо.